Площадку для диалога представителей бизнеса и госструктуры организовала демократическая партия Акжоу. В создавшихся крайне неблагоприятных условиях в связи с пандемией коронавируса и сопутствующих карантинных мер, бизнес буквально пошел под откос. Реализация товаров и услуг просто остановилась. Огромное количество людей потеряло работу. Людям оказалось нечем платить заработную плату. Председатель Акжоу Азат Перуашев заявил, что партия полностью поддерживает вопрос по продлению карантина. При этом президент поручил не запрещать, а регулировать сферу бизнеса. Но на деле бизнес сталкивается с массой препятствий. Министерство национальной экономики на сцене госкомиссии озвучило меры по поддержке бизнеса. Но демократическая партия Акжоу считает эти меры недостаточными. Поскольку мы сигналы смысл получаем, мы видим, что ситуация в предпринимательстве, особенно малосибельном бизнесе, ничуть эти меры не облегчает на сегодня. На участие в онлайн-конференции поступило огромное количество заявок. Бизнесмены смогли задать все наболевшие вопросы и поделиться своим видением решения ситуации. Так, бизнесмен из Западно-Казахстанской области Серик Мергалеев заявил, что большую долю его бизнеса составляют рестораны, кафе, развлекательные центры и кинотеатры. Именно эти объекты оказались самыми уязвимыми. Функционирование их приостановлено. Кроме того, из-за неблагоприятной экономической ситуации под ударом оказалась реализация четырех крупных инвестиционных проектов. На сегодняшний день эти проекты стоят под угрозу. Из-за чего? Из-за того, что финансирование, то есть компания «Затказахстан» мы в основном работаем своими сельствами. Но бывает иногда реферансирование, но это очень малые объемы. Поэтому у нас сейчас наиболее сложная ситуация. И когда мы обращаемся в местные исполнительные органы, может быть, сделать какие-то технические требования для тех же торговых домов. Ну то есть это отключить рекорпирацию. То есть что такое отключение рекорпирации? Это тот же воздух, который был использован внутри помещения. Его просто выбрасывать на улицу и закачивать свежий воздух. Увеличить потоки воздухообмена. И для таких компаний, кто может себе это позволить, да какие-нибудь профиленции. Кроме того, Серик Мергалиев предложил освободить бизнес от уплаты ряда денежных сборов. В первую очередь, это, конечно, освободить минимум на год от КПН. Ну, все мы знаем, что такое это. КПН – это действительно на чистую прибыль, да? То есть о какой момент сейчас прибыли идти в лечь? Если не все, то многое, что стоит и не работает. Далее, АНДС, ну, хотя бы до конца года, но без исключения. Особенно внимание нужно обратить в те направления, которые мы и как раз занимаемся. Это рестораны, гостиницы, это аренда торговых центров, торговых домов, значит, идей. Вот. Ну, налог на недвижимость тоже, а по-моему, напрашивать его можно тоже на минимум на полтора-два года тоже нам освободить. Таким образом прозвучал ряд вопросов и предложений. Так, к примеру, рестораторы возмутились тем, что, несмотря на долгий простой, с них продолжают взимать плату за лицензию на алкоголь. По итогам онлайн-конференции было принято решение проводить подобные мероприятия на постоянной основе. В свою очередь, представители министерства одобрили эту идею.